Девушки отдыхают Мирей Дарк, Инна Выходцева, Жан Рашфор, Артём Карапетян, Поль де Персон, Борис Иванов, Жан Карме, Роман Ткачук, Коляд Костель, Ирина Карташова, Мишель Дюшосуа, Александр Белявский, Жан Буиз, Ростислав Плят. В фильме «Высокий блондин в чёрном ботинке». Авторы сценария – Франсис Вебер, Ив Робер, Режиссёр – Ив Робер, Оператор – Рене Матилян, Художник – Тео Мерис, Композитор – Владимир Косма. «Высокий блондин в чёрном ботинке» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы были арестованы на таможне в Нью-Йорке, когда пытались провести в своей машине 40 килограммов героина. Вы признаете этот факт? Да, подтверждается. Я просил испытать меня от дектора Мохджи, потому что я говорю правду. Вы утверждаете, что не занимаетесь контрабандой наркотиков? Нет, я не контрабандист, подтверждается. На кого вы работаете? По заданию контрразведки моей страны я прибыл в Америку с особой миссией. С какой миссией? Мой шеф приказал мне доставить в Штаты этот героин. Вся ответственность падает на него одного. Я не виновен. Можно? Войдите. Вы вернулись из отпуска раньше, чем предполагали, миссия. Присаживайтесь. Что это за история с Нью-Йоркской таможней, милый Бернар? Я и сам потрясен, миссия. В самом деле? Я прочел об этом в газетах. Непонятная история. Кто-то решил поддать мне пинком зад, какая подлость. Да, это подло, миссия. Контрабандист утверждает, что получил задание от нашей разведки, а так как на меня он не работает... А на меня тем более. Тогда на кого же он работает? Не имею понятия, миссия. Эта история может мне стоить места. Вы займете его и станете главой нашего бюро, Бернар. Кем бы ни был человек, который вас сменит, он постарается продолжить вашу деятельность в том же самом направлении, с той же преданностью делу. Спасибо, милый Бернар. А вы ни разу не видели этого контрабандиста? Ни разу, миссия. Фотомонтаж. Ах, монтаж. Ну, что ж, возможно. Грубовато смонтировано, но возможно. Вот и готово. Мы все выяснили, и вы можете идти работать, Бернар. Да, миссия. Вы получили от меня ящик с вином? Да. И как раз хотел поблагодарить вас. Право не стоило. А я себе говорю, что бы ему преподнести ко дню святого Бернара. Сперва подумал послать бочона к Рому. А потом вспомнил, что наш славный Милан ценитель хорошего венца. Но вино такой марки стоит больших денег. А я не умею скупиться. Положите его в погребок и пейте за мое здоровье лет десять. Надеюсь, мы его вместе разопьем, миссия. Почему бы и нет? Ну как? Все готово. Включай аппаратуру. По-моему, он не очень-то в форме, наш дорогой Бернар. Ему тоже не вредно было бы пойти в отпуск. Ходите, мой милый пирож. Простите. Прошу вас, пожалуйста. Он вернулся домой, миссия. Простите, миссия. Как вы провели свой отпуск, миссия? Неплохо, пирож. Неплохо. Очень спокойно. Мы превосходно отдохнули. Мама вернулась в хорошей форме. Десять дней лечения, а помолодела лет на десять. Правда, погода нас не баловала, но сам климат изумительно тонизирует. И когда возвращаешься в Париж, такое чувство, будто задыхаешься. В конце концов, все лечение – это чистый воздух. На курорте не дышишь дымами, выхлопными газами, и это уже приятно. К тому же, надо признаться, грязевые ванны – это великолепно. Горячая грязь так успокаивает нервы, просто необыкновенно. А потом вас ставят под дух, и это... Он и вашу квартиру держит под надзором. Машина с наркотиками, микрофоны в статуях. Милан ни перед чем не остановится. История с машиной – его рук дело, но доказать этого я не могу. Я и микрофоны-то открыл совершенно случайно. Что ж, неплохо работает. Да, он себя совсем не жалеет. А я не люблю карьеристов, Параж. В нашей работе от них мало проку. Надо бы ему напомнить, что его миссия вовсе не в том, чтобы любыми средствами подкалывать и чернить ваше руководство. Зачем ему понадобились микрофоны? Милан подстроил мне ловушку и сам туда попадет. С удовольствием думаю, как он будет дрожать от страха у себя в кабинете перед аппаратом подслушивания. Ему бы следовало потеплее одеться, еще простудиться. Милан получит урок. Мне ни к чему помощник, который путает контрразведку с контрабандой. Такой утильный паштет, какого я в жизни не пробовал. Мамочка съела три порции. Это, конечно, было неразумно. Я ей говорю, мамочка, ты можешь заболеть. Но я вас не для того вызвал, мой милый параж, чтобы рассказывать, как мы с мамочкой отдыхали. Один человек завтра в 9.30 утра прилетает в Орли. Да, месье. Этот человек поможет нам довольно быстро прояснить эту грязную историю в Америке. Я вас прошу его встретить. Слушались, месье. Я бы хотел, чтобы в бюро ничего не знали об этом деле. Конечно, месье. Этот человек должен быть в полной безопасности. Берите для его охраны Пуссе и Шаперона. Двоих хватит. Я им вполне доверяю. Да, месье. В 9.30 в аэропорту не упустите его пираж. Это очень важно. И абсолютная секретность. Я все понял, месье. Вы любите итальянскую кухню? Простите. Я знаю... Утром в 9.30 в Орли. Да, месье. Этот человек поможет нам довольно быстро прояснить эту грязную историю в Америке. Подлец. А тот тип, которого надо встретить... Да. Кто он? Понятия не имею. Простите? Понятия не имею. С утра поедите в Орли и выберите, кого захотите. Не понимаю. Сами решите. Выберите какого-нибудь человека в толпе. Самого незаметного. А кто это будет? Абсолютно не имеет никакого значения. Это только предлог. Нужно, чтобы Милан попался на крючок. Я могу вам сказать совершенно точно, что вы завтра будете искать в Орли, мой милый пираж. Ловушку для дурака. Этот тип, которого надо охранять. Кто он? А? Кто это? Вам это ни к чему. Тайно будете наблюдать за ним, но чтобы он ничего не заподозрил. Прибывает самолет Air France. Рейс 704 из Сиднея. Выход номер 17. Вождь прилетает из Австралии. Сами решите. Выберите какого-нибудь человека в толпе. Самого незаметного. Выбирайте. Это только предлог. Выбирайте. Он из Австралии? Нет. А уже полдесятого. Прибывает самолет из Мюнхена. Рейс 302. Он из Мюнхена. Выход номер 12. Арифинг from Munich. Flight 300 to 0. Gate number 12. Он музыкант? Это он? Нет. Может, он опоздал на самолет? Он прибудет. Он негр. Вот он. Высокий блондин в черном ботинке. Мишель. Извините, месье. Я ошибся. Конечно. И конечный. ВСКурnan закрути籤. Извините. Занятие. Уставь Орифинг. Высокий блондин. Высокий блондинк. Быв lamы. Уставь собий верно. Высокий блондинк в стадуή. Уставь. Уставь. Франсуа Перен, 32 года, холост. Скрипач, живет на улице Алоэ, дом 26. Прибыл из Мюнхена. Он у нас зарегистрирован? Нет, месье, ни в главном осведомительном, ни во внутреннем, нигде. Объявляется посадка на самолет Air France. Рейс 712 на Бейру. Пассажиры пригласили их место на Air France. Плотка номер 712, ходит на Бейру. Он звонил из аэропорта. Кому? Своему дантисту. Футляр. Даю вам сутки, Батрель. Мы должны знать все, кто он и какие у него планы. Не успеть за сутки? Мы висим на волоске. Он слишком много знает, его нужно обезвредить. Кокнуть? Сначала выясним, что ему известно. Берите за работу. Да, месье. Крупная игра. Действуйте осмотрительно. Я не хочу, чтобы мои люди погорели. Пуссей Шаперон вас не знает, но все-таки остерегайте всех. Да, месье. Вот Трель. Да. Почему один ботинок черный? А почему скрипач? Вы же мне сказали, брать кого попал. Но почему скрипача? Он был в одном черном ботинке. Алло. 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 Что? Что? Кто говорит? Это доктор Мюллер из Мюнхена. Вы просто убийца. Настоящий мясник. Вы ужасающий. Совершенно омерзительно сыграли бедного Прокофьева. Ну, хватит, Марис. Не валяй, дурака. Я же весь мокрый. Из ванны выскочил. А ты меня не сразу узнал, болван? Узнал, сразу узнал. Встретимся, как условились, в четыре. Мурис, у меня выпала пломба и зуб очень болит. Не старайся увильнуть, я все равно буду в четыре. Клянусь. Я звонил дантисту из аэропорта, доктор Мишо. Но он принял меня только завтра. А у меня нерв обнажен. Условились, значит, до скорого ровно в четыре. Но ведь... Черт возьми. Не отключайтесь. Слушайте все время. Главное, не упустите момент, когда Тулуз выйдет с ним на связь. Да, месье. Месье, надо заставить ее выйти из дому. Как фамилия дантиста? Мишо. Это месье Парен. Не закрывайте, простите. Это месье Парен звонит. Очень мочает боль. Не закрывайте. Пусть придет через час. Я приму его после месье Лярю. Шире рот. Через час. Превосходно благодарю, мадемуазель. Алло. Алло. Я из кабинета доктора Мишо. Доктор вас примет через час, если это вас устроит. Вот как. Это превосходно. Как вы любезны. Спасибо, мадемуазель. Сейчас чуть меньше болит. Но я все равно приду. Он сменил башмаки. У него другие башмаки. Машина Рено-15, оранжевая. Номер 2868. Х-0-75. Х-0-75. Ты мне collaboratively выполinner. Я должен сняти вас. Х-0-75. Ты мне daughters? КОНЕЦ 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 АЛЛО, он не пошел к дантисту Черт побери Он не пошел к дантисту Алло, месье, он не пошел к донтисту. Почему? Не знаю, месье. Почему он не пошел к донтисту? А? Почему он не пошел к донтисту? Едет в лонгском лесу. Извините, месье. Что? Он едет к Булонскому лесу. Он едет к Булонскому лесу. Подошел к озеру. Хочет взять лодку. Что к озеру? А что он там делает? И верно, что он там делает? Он нас засек, будьте уверены. Его ждут у донтиста, что ему делать на озере. Гребет. Совершенно верно, гребет. Гребет? Гребет. Не подходи к берегу, кружи вокруг острова. Мне жарко. Он на острове, в ресторане. И еще уток кормит. Подлец. Алло, кого ты меня слышишь? Алло, кого ты меня слышишь? Пять, четыре, три, два, один, ноль. Я принимаю пять на пять. Не копайтесь там, он кончил завтракать. Они его заставили уйти из дому и теперь оборудуют его квартиру. Наверное, уже заканчивают. Хорошо. Милан бросил в бой все свои силы, разъярен как бык. Наш маленький фарс помог нам обнаружить всех секретных сотрудников Милана. А это очень важно. Чересчур много сотрудников, которых я не знаю у себя на службе. Хорошо, можете идти завтракать, бараш? Там был и брюнет в Орли, высокой в зеленой куртке. Но я предпочел высокого блондина в черном ботинке высокому брюнету в зеленой куртке. Слушайте, мой милый, если вы собираетесь заниматься литературой, дотяните до пенсии. Приятного аппетита. Ты даже лук-порей не доел, Луи. Не могу, мамочка. Вчера был день рождения твоего друга Бернара Милана, а ты даже не вспомнил? Нет, мамочка, вспомнил. Родился в Эпенале, в Багезах, 8 марта 1940 года. Единственный сын, поздний ребенок. Мать Мария Бюжо, 45 лет, учительница. Отец, Жерар Перен, 55 лет, учитель, скрипач-любитель. Семья педагогов. Скоро уйдут на пенсию. Детство без особых событий. Его первыми шагами в музыке руководил отец. Католик. Гомосексуалист? Нет. В 13 лет поступил в Страсбургскую консерваторию. В 15 лет вышел оттуда и год провел в санатории. Депюсслей пар линфермиар-мажор. Команцерве вы? Вин летт. Выздоровел. Поступил в Парижскую консерваторию. Первая премия. Два года отслужил на военной службе. Ни в одной колониальной войне не участвовал. Закончил службу в военном оркестре флота. Первая скрипка в струнном оркестре в течение пяти лет. Часто бывает в заграничных турне, включая Соединенные Штаты. Вот и добрались, наконец. Он работал в Штатах, я совершенно уверен. Но никто из наших сотрудников в Америке его не знает. Вполне понятно. Это суперагент, он работает соло. У вас все? Вот еще обнаружили это фото в кармане его пиджака. На другой стороне что-то написано. Два любящих сердца, в конце концов, встречаются. Раскодируйте это и побыстрее. Шифровальщики сидят над этим уже больше часа. Хорошо. Жизнь без особых историй. Что ж, прикрытие превосходное. Так что? Кокнуть? Сперва я хочу узнать, что у него внутри. Его выдают глаза. Что это он делает? Да нет, я уже сто раз тебе говорил, как надо держать скрипку. Вот смотри. Оп. Держи крепче и тяни скучок. Ти-и-и-и-и-и-и-и-и. Играй. Смотри на меня. Играй. Дай скрипку. Дай скрипку. Что это он чудит? Очень громко. Включен, влага, микрофон. Сделай тише. Если я его сделаю хоть немного потише, с других совсем не услышь. Да что этот идиот без конца в воду спускает? Непонятно. Очень непонятно. Воду спускает. Зачем он ее спускает? У него могут быть к тому причины, но все-таки зачем? Вот черт испортился. Так, а если вот это поймать? Вы стали очень нервны, Бернар. Ничуть, месье. Я просто не слышал, как вы вошли. Вот в чем наше различие. Я всегда вижу, как вы входите. Ах да. У меня еще маленький подарочек для вас. Концерт для скрипки с оркестром. Играет молодой скрипач, очень одаренный. Послушайте его вечерком для отдыха. Это действительно одаренный музыкант. Кто это? Кто это? Полет. О, здравствуй, любимый. Здравствуй, Полет. Полет, Полет, Полет. Ну, Полет. Нам нужно поговорить, Полет. Я много думал в Мюнхене. Так дальше нельзя. Это просто невозможно. Надо принять какое-то решение, Полет. Это просто немыслимо. Вся эта ложь, уловки. Сейчас записываешь. Я провел ужасную ночь в Мюнхене. А мне всю ночь ты снился. Полет, перестань. Ты пойми, я чувствую себя в очень ложном положении по отношению к Морису. А, Морис, жалкий человек, он получает то, что заслуживает. А мне снилось, что ты меня так крепко прижимаешь. Уж все такие большие, горячие руки. И ты срываешь с меня всю одежду. Полет, оставь хотя бы эту рубашечку. Ну, вот, разорвала. Ну, теперь ты довольна? О, Фресуа. Полет. Садись, как тупы. Ай! Фресуа. Мразь, мразь, мразь. Черт бы его попрал. Мразь. Я не уважаю. Надо было идти к донтисту в час, а я не пошел. Почему? Струсил. На озеро сбежал. Меня ждут у донтиста, а я кормлю уток. Разве я человек? Ну, пойдешь завтра. Зуб болит. Ну, не знаю. Ну, боюсь. А ты мой бедный. А знаешь, что ко мне придет ровно в четыре? Нет. Морис. Что ему надо? Я обещал побегать с ним. Кросс в Улонском лесу. Это ничуть не смешно. Два часа занимаюсь любовью с женой. В четыре кросс с мужем. Хочет привести меня в форму. Знал бы он. А чьи это маленькие ушки? Это мои. А чьи это маленькие глазки? Тоже мои. А чьи это маленький ротик? Тоже мой. А чьи это сигаретки? Тоже мои. Они наладили непрерывное подслушивание. Грузовичок цветочника день и ночь кружит около его дома. Милан быстро сообразит, что это ловушка для него. Умён. Милан ничего не заподозрит. Он сам подстроил мне ловушку. Мы только подбросили в погреб кусочек сыру. А уж Милан к нему пристроил мышеловку. А что в конце концов будет с кусочком сыра? Простите, я вас не понял. А вдруг Милан решит убрать блондина? Он совершит большую глупость. И вас не смущает, что такого парня могут кокнуть? А вас? Высокого блондина в чёрном ботинке выбрали вы. Вас это теперь смущает? Нет, месье. А ну шевелись, бездельник, быстрей за работу! Ой, Мурис! Быстрей за работу! Не валяй, не валяй дуракам, Мурис! А ну-ну-ну-ну, поживей! Ап-ап-ап-ап! Выши голову! Что это у тебя? Где? Ап-с! Ах-ха-ха-ха! Отдай же! А, я-то в форме и тебя приведу! Ап-с! Он вышел из дому. С ним какой-то тип. Оба на велосипедах. Фото этого типа. Отправляются на прогулку. Теперь ему поздно ехать к дантисту. Стой, Мурис! Не валяй дурака! Не валяй, Мурис! Не валяй, дурака! Не могу же я с машины на плече бегать по Парифу. Поезжай. Осторожнее, они поворачивают. Я вижу. Спустила. Может, ниппель плохо завернул. Думаешь? Может, камера пористая. Вот черт. Ну что, Мальчик, эти лопнули? Да нет, мы играем. Ха-ха! Теперь уже камеры не тесно прежде. До войны лучше были. Вообще, все было лучше. Извините, господа, но до войны решительно все было лучше. Не так, как сейчас. Покури, папаша. Это хорошее. О, спасибо, молодые люди. Спасибо. Ну, все, справились. У нашего-то велосипеда ни к черту не годится. Теперь побежали. Да, поставили велосипеды и побежали. Остановились. Высокий блондин что-то говорит тому типу. Микрофон в пушку. Давай вперед. Не станешь же ты останавливаться через каждые сто метров. Лодор несчастный. Мы же только начали. Молис, я должен с тобой поговорить. Потом. Скорей, вперед. Это насчет поля. Теперь прими холодный душ и будешь в полной форме. Слушай, Мурис. Что это у тебя? Привет. До вечера. Моцарт. Ой, какой дурак. Какой дурак. Какой дурак. Мурис, жалко человек. Он получает то, что заслуживает. А мне снилось, что ты меня так крепко обнимаешь. Что такие большие горячие руки ты взрываешь с меня всю одежду. Полет. Полет, поставь хотя бы эту рубашку. Я бросаю. Эй, остановитесь. Полет. 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 Этот тип едет за нами и что-то кричит. А теперь как я люблю. Нет. Ну, как я люблю. Что? А-а-а! А-а! А-а-а! А-а-а! Аплодисменты. Полет с цветочником спит. Полет с цветочником спит. Они лежат в грузовичке на вечно зеленых растениях и болтают всякие пакости. Я их застукал. Входи и садись. Что с тобой? Тюбики с зубной пастой, крем для бритья. У светофора я остановился за грузовичком. Вдруг услышал голос Полет. Я даже упал, Франсуар. Первый раз в жизни упал с велосипеда. Это просто абсурд. Полет и вдруг с цветочником. Перестань это раздражать. Я же не нарочно, если в тюбике зубная паста оказалась крем для бритья. Я подумал, что ошибся, но представь себе, она заговорила обо мне. Пошли всякие гнусности. По-моему, моя жена истеричка. Прополощи рот. А у него голос был немножко похож на твой. У кого? У цветочника. Какой вздор. Полет в грузовичке цветочником. Какая ерунда. Я тебе говорю, я их услышал и упал с велосипеда. Кому ты звонишь? Полет. Я же тебе говорю, она с цветочником в грузовичке. Алло. Полет. Здравствуй, это Франсуар. Сижу с твоим мужем. Нет, нет. Все в порядке. Даю ему трубку. Кто у телефона? Это Полет. Хорошо. Да, 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 да. О, нет, 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 нет. Все хорошо. Мы хорошо побегали. Через пять минут буду. Она уже два часа дома сидит с моей матерью. Ну, вот видишь, я же говорил. Тебе просто почудилось. Непонятно, Франсуар. Смотрели микрофон в цветах. Черт побери, так мы ничего не узнаем. Ах, мерзавец, ах, мерзавец, мерзавец, мерзавец. Он с самого начала водит нас за нос. Силен, подлец. Надо отвезти его в наше поместье и кокнуть. Нет, нужно сперва выпотрошить его. Слушаю. Что? Старинные музыкальные инструменты? Вот именно старинные музыкальные инструменты. Обойдите всех скрипичных мастеров и возьмите у них на время флейты Виолы Дамур или Виолы Дагамба, мне наплевать. И отправьте все это на улицу Дэ Вин. Это неплохо, что они позабавятся. Хм, вот черт, смотри. Надеюсь, удивитесь на текст. Смешно. Ничего. Здесь паста? Нет, Крым Лебедя, у них же паста. Кто это? Кто это? Все, пора. Я видела на днях ваше объявление. Вы даете уроки музыки. Разрешите войти? Это не я буду брать уроки музыки, а мой сынок. Он так музыкален. Шесть лет не слишком рано. Я предпочитаю уроки на дому. Он такой маленький. И мой отец коллекционировал старинные инструменты. Он умер. Все оставил мне. Хороший. Я плохо в этом разбираюсь, но мне кажется, что есть интересные экземпляры. Если вы ко мне зайдете, я вам их охотно покажу. Малыш вернется через неделю, а пока он у бабушки. Где? Ко мне придет оценщик на будущей неделе. Я не оставлю себе эту коллекцию. Слишком много воспоминаний. Слишком много. Понимаю. Но вы бы могли взглянуть на нее. Только советую поторопиться. Когда? Постойте. Завтра вечером я занята, в четверг тем более. Что вы делаете сегодня вечером? Сегодня? Я... Я жду у себя друзей. Не могли бы провести этот вечер вместе? Вот мой адрес. Улица Девин, дом 46. Я жду. Ждет. Простите, это невозможно. Сегодня у меня концерт в зале ГАУ. Вы можете прийти после двенадцати. Я поздно ложусь. До свидания. Она выходит из дома. Нет, нет, мы ее не знаем. Красивая блондинка в шикарном пальто из пантеры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ Это он. Явился. КОНЕЦ Входите. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну как концерт? Хорошо прошел. А мои приятели разбежались. Да, такие скучные. Привыкли рано ложиться. Это, может быть, я слишком поздно явился. Что вы? Я вас ждала. Хотите что-нибудь выпить? Шампанское, виски, коньяк? Я бы предпочел шампанское. У вас великолепно. Здесь. Да, есть неплохие вещи. Старинный клавесин. Здесь только часть моей коллекции, остальное внизу. Где? Если вы захотите, можно потом взглянуть. Садитесь, пожалуйста. Да не там. Идите сюда. Здесь удобнее. Это изумительно, вот так отдохнуть. Я в восторге, что все ушли. Иногда так приятно, немного интима. Да, это верно. Другие все ушли. Другие все ушли. Вы как-то очень напряжены. Я вас смущаю. Нет, что вы нисколько. Я просто не могу поверить. Чему? Извините. Всему этому. Да ничего здесь нет такого. Нет, есть. Все удивительно. Самая красивая женщина днем звонит ко мне в дверь, а вечером я уже пью в ее доме шампанское. А оно еще холодное? О, да, превосходное. А вы не хотите поесть? Нет, может быть, позже. У меня сегодня был утомительный день. Можно я сниму свои драгоценности? Так мне будет свободнее. Прошу вас. Я ненадолго. И чувствуйте себя как дома. А где она? Где она? Селён. И на нем. Я потерял мою сигарету. Мужчина такая. Как же это? Поехали. Возьмите вашу штуку, это лучше. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Возьмите вашу штуку. Почему не вы не забываете? Какой? Забиле-то. Но я не забываю. Продолжение следует... Возьмите свой штуку. Поехали. Вы у меня уши? Нет, они не заинтересованы. Что происходит? У меня булки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 И я улетел в Париж в одном желтом ботинке, а в другом черном. А потом в тюбик для зубной пасты они положили крем для бритья. И я уже не удивляюсь. А потом я пошел побегать с приятелем. А у него галлюцинации. Он вообще-то нормальный. Спортсмен, сдержан. И вдруг галлюцинации. Слышит какие-то голоса. А тут еще на концерте струна лопнула. И вот теперь я в постели с тобой. Ты меня обнимаешь, а у меня ноги как лед. Наконец-то поцеловались. Занимаются любовью в доме 46 на улице Довинь. Вот видите, все-таки он получает какую-то компенсацию ваш милый протеже. Тебе хорошо? Да. Мне тоже. Я скажу тебе то, что еще никому не говорил. Ты думаешь, что я только скрипач? Я еще кое-чем занимаюсь. Чем? Я пишу. Что именно? Что именно? Я еще и композитор. Но это моя тайна. Я написал оперу. Работал три года. Когда доведу до совершенства, ты ее услышишь. Да. Я посвящу ее тебе. Что? Я хочу посвятить ее тебе. Ты что делаешь? Я ее сейчас сыграю. Что? Только основную тему. Ты увидишь, в ней что-то есть. Но ты же не будешь играть среди ночи? Ты это услышишь первое в мире. Но предупреждаю, это модерн. Послушай, Франсуа. Что это такое? Что это? Сейчас. 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 Звук потише. Перестань. Тебе не нравится? Нравится, но ведь не время. Хорошо. Это чудесно, но невозможно оценить оперу в три часа ночи. Ты сердишься? Нет, почему? Тогда иди ко мне. Нет, ты обиделся? Я не подумал. Иди сюда. Да иди же ты, балдага. Ничего мы не добьемся от него. Увозите его в наше поместье. Да, месье. Шляпа заставила меня потерять целую ночь. Надо было сразу договориться по-деловому. Тулус ему платит. А я дам еще больше. Что это за штучки? Ты могла бы хоть раз поработать своей головой? Когда? А? Так прошла у нас ночь. Чуть не поджег сигареты мою софу. Разбил себе нос. Сыграл свою оперу. А потом, между прочим, занялся со мной любовью. Надо сказать, неплохо. Кружимся вокруг да около. Черт побери! Вокруг да около. Месье. Что? Это, конечно, мое личное впечатление. Но я не могу поверить, что он профессионал. А мне плевать на ваши впечатления. Одевайтесь и ступайте в магазин. Субтитры создавал DimaTorzok Кристин? Нет, это Полет. А, Полет. Здравствуй, Полет. Ну, кто это, Кристин? Слушай, сегодня не нужно ко мне приходить. Что? Я вчера встретил изумительную девушку. Кажется, я ее люблю. Ты что, смеешься надо мной? Нет, это совершенно серьезно. Вся проблема в Пуссей-Шапероне? Да, месье. Если мы отделаемся от Пуссей-Шаперона, тогда все очень просто. Очень просто сказать. Я хочу, чтобы этот скрипач через час был поместен. Месье, Параж только что явился к Тулузу. Сегодня, кажется, можно не надевать пальто. На улице очень тепло, месье. Я пробуду в бюро очень недолго. В 11 у меня заседание в министерстве. Понятно. Скрипач свою работу закончил. И в 11 он сделает нам доклад. Я знаю, Параж, кого тут ждет очень неприятный сюрприз. А как же Пуссей и Шаперон? В вашем распоряжении один час. Франсуа, я все время плачу. А я и понимаю, что это глупо. А я так люблю тебя, Франсуа. Так люблю. Да. Да, люблю. А я чувствую себя несчастной, когда ты меня не обнимаешь. А я тебя ни о чем не буду просить. Ну, клянусь себе, Франсуа, не бросай меня, дорогой. Не оставляй меня. Вы уже достигли того, к чему стремились, месье. Милан вне себя и скрипач приговорен. Смотрите вперед, когда вы за рулем. Прикажите Пуссе и Шаперону снять охрану и ехать отдыхать. Они поработали хорошо. Снять охрану? Но скрипача могут убить. Оставьте эту привычку обсуждать мои приказы. И смотрите перед собой, когда ведете машину. Пошлите Пуссе и Шаперону отдыхать. Исполняйте. Шаперон, это Пираж. Патрон приказывает усилить охрану. Выполняйте. Да. Они попытаются что-то сделать сегодня. Смотрите в оба. Они как раз занялись делом. Рождец digo. Рождец вот это два года. Пишите. И gen Intro to meet you, И через safetyiro. Нет. А, что ты84? Это тыache. Ты мне на кружочке где-то т왔�watch? Он сделал все месту. Ты чего-то tartnessist Veloc Ihre washing Vladimir прим antidote? Тут ее мужчины я не иноматчику. lavoro Housingstellen. 调ч tohet У стрелков devils боялись преступНАЯн獲 bigane. Не с места. Алло, Франсуа, это Кристин. Мне надо тебя видеть. Я в кафе на углу. Приходи быстрее, это очень важно. Кристин! Ну, ответьте мне, Кристин! Алло, Кристин! А что вы тут делаете? Уходите. Месье Милан не хочет больше вас видеть. Ясно вам? Сбежал. Сбежал. Не с места. Но, все-таки, надеюсь, мы не станем стрелять друг в друга. Правильно, ведь одним делом занимаемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Светлые волосы. Очень красивые. Она только что звонила мне. Отсюда. Была, но ушла. Как ушла? Ушла и все. Все-все-все. О нет, извини, Морис, я не могу с тобой говорить. У меня свидание. У тебя три трупа в квартире. А? У тебя три трупа. Я пошел тебя убивать, а там они уже лежат. У тебя опять галлюцинации Иди посмотри Мурис Мурис, ну почему ты хотел меня уйти? Никодяй, вы здорово надо мной посмеялись Я застукал по лету телефона, когда она звонила тебе Ах ты предатель, мерзавец Ну что ты, ну что? А ну входи Ну и что? Не понимаю Иди и присядь Здесь было три трупа, клянусь тебе, Франсуа Ну успокойся, успокойся Ну я же не спятил, Франсуа Ну что ты, какие пустяки Я слышал, как Полет говорила по телефону Это уже точно Ну да, а вчера ты слышал, как она занималась любовью с цветочниками А сегодня видел три трупа у меня Это плохой признак? Не знаю Как тебе известно, я не врач Выпей воды Воды? Да, это пойдет тебе на пользу Холодной воды Холодной воды Холодной воды Холодной воды Я петь не хочу У тебя такой вид, будто ты теряешь сознание Сейчас я принесу воды Франсуа, говорю тебе, я совсем не хочу пить На Я плохо себя чувствую Совсем плохо У нас три жертвы, мсье Два человека, Милана и Шаперон Простите, не понимаю Очевидно, с великой какие счеты Зато высокий блондин Целый невредим, мсье Но я, кажется, приказал удалить Пуссе и Шаперона Разве? Значит, я все понял наоборот? А я им приказал Как раз усилить наблюдение Вы действительно поняли все наоборот Я в отчаянии, мсье Я не думал вам перечить Просто невиновного хотелось защитить В данном случае вы проиграли, Перраж Карты уже открыты И сейчас выходит на сцену Милан С одной стороны Милан со своими страхами С другой блондин в черном ботинке И сейчас, как во всяком хорошем вестерне Герои должны свести счеты Я хочу в уборную Ну что ж, иди Пойди со мной Ну, слушай, это уж... Прошу тебя, пойди со мной Не приставай Кристин Кристин! Вам сказано, чтобы вы здесь больше не появлялись В машину Кристин! Кристин! Месье, ваши очки Кристин! 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 Франсуа! Франсуа! Подойдите ко мне. Поближе. Повернитесь. Вот так? Именно. Я полковник Милан, заместитель вашего шефа. Простите, месье. Простите. Пожалуйста. Благодарю. Пираж. Пираж. Высокий блондин в черном ботинке. Кто он? Кто? Ловушка для дурака, Мсье. Морис, что с тобой? Нет, нет, все в порядке. Морис, Морис, Морис. Пойди туда, увидишь, все в порядке, в порядке. Что? Идем. Ну, идем. Отдохнешь немножко и почувствуешь себя лучше. Идем, иди. Ну, что? Все в порядке. Ты как будто не в своей тарелке. Я в профсоюзе музыкантов, и если попаду в хорошую клинику, мне будут сто процентов платить. Здрасте, мадам. До свидания, мадам. Кристин, где ты была? Я тебя искал повсюду. Это невероятная история. Я все расскажу тебе. Морис. Таинственная смерть полковника Милана. Луи Тулус утверждает, Милан был замечательным человеком. Морис! Вот всегда так. Дорогой. До свидания, Полит. Морис! Ну, куда ты? Постой здесь и скажи до свидания, Франсуа. До свидания, Франсуа. До свидания. Врачи уже уменьшают ему дозу успокоительного. У него почти прекратились кошмары. До завтра. Жди меня в два. До завтра. Все у нас будет по-прежнему, дорогой. Он еще простудится. Убеди его. Морис. Пойдем. Счастливого пути. Будь умницей в Мюнхене. Вам в Мюнхен? Нет, в Рио, Бразилию. А, в Рио. Тогда в другой стойке? Не надо благодарю. Я сам оформлю. Ну, пожалуйста. Эй, Мещер! Кристин? Да. Тебе хорошо? В твоих объятиях будет лучше. Ты меня любишь? Да, люблю. Когда он вернется из Рио... Да, Мещер. А он непременно вернется. Вам надо будет с ним связаться. Этот парень, в конце концов, неплохо выкручивается. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова